Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день, Мария. Александр, с интересом узнала недавно, что такое популярное в последнее время, особенно в Америке, явление как флиппинг добралось до Кировской области, им занимается как раз группа компаний «Делай деньги». Давайте сначала поясним нашим слушателям, что это вообще такое. Произошло слово от слова «флипп», по-английски это «переворачивать». Мы покупаем недооцененные квартиры и делаем уже из них конфетки, меняем коммуникации, проводку, делаем интересные ремонты, которые подходят всем, и уже с этими квартирами выходим на рынок. То есть у квартиры есть некие недостатки, за счет чего она продается дешевле? Да, таких квартир на рынке примерно от 2 до 5%. Сейчас люди не очень готовы покупать квартиры, где приходится вкладывать свое время, силы, деньги. Хочется купить уже готовое решение. Бывают сложности не только, так скажем, эстетические или технические, бывают сложности еще и юридические. Мы такие квартиры тоже берем, разбираемся полностью в тонкостях всех юридических. Где-то на это уходит много времени, где-то надо подстраховаться. Финансовые вложения дополнительные бывают по этим квартирам. Так как у нас компания профессионально этим занимается, штат юристов большой, хорошая подготовка у специалистов, то на выходе квартира получается юридически чистая. Для продавца точность выгоды видна. Он не хочет вкладывать силы, деньги в ремонт, он не может разобраться с юридическими сложностями, он продает эту квартиру. А для покупателя выгода какая? Квартиры продаются всегда по рыночной стоимости. Понятие филиппинг, оно подразумевает собой не только переделку квартиры, но и короткий срок. Чем быстрее будет реализован проект, тем интереснее нам с точки зрения предпринимателя это сделать. Соответственно, для того, чтобы быстро продать квартиру, мы должны выйти с правильной рыночной ценой. И мы очень отслеживаем те квартиры, которые нам интересны с точки зрения ликвидности. Всегда выбираем районы, где развита инфраструктура, где есть спрос, но, возможно, там сейчас нет нового жилья, потому что сейчас все новостройки подразумевают собой какие-то микрорайоны отдаленные. Но если у семьи уже сложилась жизнь в определенном районе, есть привязка к какой-то школе, к работе и так далее, да, ну, например, да, в центре, то зачастую выбор, он очевиден, все равно приходится искать на вторичном рынке. В этом случае вот как раз, да, есть плюс, потому что ведь, в общем-то, сейчас и на первичном рынке квартир с чистовой отделкой очень много, можно выбрать дизайн-проект, все это согласовать. Да, все верно, но при этом сейчас у застройщиков надо покупать на стадии котлована, приходится долго ждать, но если ситуация требует решения здесь и сейчас, нет возможности ждать там 2-3 года. Для таких ситуаций такие квартиры, они, конечно, людей очень вручают. Еще вот такая есть вещь, такое мнение, что покупать квартиру у собственника выгоднее. Это такой миф, да, что якобы, если я в агентство обращаюсь, то с меня там возьмут деньги дополнительные и так далее. Но в данном случае, даже если люди верят в этот миф, то мы как раз и являемся собственниками. То есть квартиры это ваши, проверены юридически? Да, все верно. Безопасны для покупки, обладают признаками качественного свежего жилья. Я свои вопросы уже вроде бы все задала, но если у наших слушателей они еще остались, куда можно обратиться? Обращайтесь в компанию «Дело и деньги». Наши эксперты покажут наши квартиры в любое удобное для вас время. Обращаться можно по телефону 450-195. Александр, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям. Доброго дня. Деньги в дело. Финансы и недвижимость.